То, что Россия не собирается прекращать воздушную операцию в Сирии до тех пор, пока не будет перелома в борьбе с ИГИЛ, организации в России запрещенные очевидно. И это подтвердил на неделе министр Лавров. То есть и на этом настаивает Москва. Причин для прекращения бомбардировок и ИГИЛ, и фронта Ан-Нусра нет. Но в результате именно эту волю к победе решили поставить России в упрек. Те, кто мирный процесс в Сирии напрямую увязывает с уходом Асада. Именно такие заявления стали делать представители оппозиции, прервавшие на неделе мирные переговоры о судьбе своей страны. Те самые переговоры, которых очень ждали и которые называли последним лучом света на сирийской дороге к миру. И условием этих переговоров было как раз отсутствие всяких условий. И как раз умеренная оппозиция и официальный Дамаск пошли навстречу радикалам. Те выдвигали условия одно за другим и их обещали учесть. А потом радикалы, а они называют себя высшим комитетом по переговорам, просто встали и ушли. Точнее всего, вероятно, ситуацию описал представитель России в ООН Чуркин. Это безвкусица. Сейчас не время для взаимных обвинений. Министр Лавров заявил еще жестче. Они слишком избалованы своими спонсорами. И вот эта избалованность вышла наружу. Переговоры последнего шанса пока сорванными не называют. Они дипломатично перенесены на три недели. Лавров и Керри созвонились, заверили друг друга в том, что надо продолжать, что вопрос отлагательств не терпит. Но понятно одно. Те, кого пустили за общий стол, а многие из них признаны террористическими организациями, хотят капризничать. И если пойти у них на поводу, Сирия может превратиться из светского государства, каким его очень хочет сохранить ООН, в некую откорректированную модель ИГИЛ, чего позволить нельзя, с чем и Москва, и Дамаск намерены бороться. Вероятно, и это читается. В словах спецпредставителя ООН по Сирии Демистуры, радикалы раскапризничались после известия о том, что сирийская армия на неделе сильно продвинулась под Алеппо и перекрыла пути, по которым их снабжают из Турции.